мировые банки стали больше инвестировать технологию блокчейн или по крайней мере интересоваться ею что она дает финструктура мы обсуждаем с михаилом чабанянам из компании куна технология блокчейн которая уже не первый год но именно сейчас банки заинтересовались ею в целях там собственные выгоды но что за технологии как ее можно применять и что будет для конечного потребителя эта технология естественно финтеховская технология чем она интересна банкам не только дойче банк такие гиганты как ситибанк юбис сантандр биби вей еще ряд швейцарских и европейских банков они все экспериментируют с этой технологии есть отчет одного из банков где они посчитали что только в своем банке они могут экономить порядка 20 миллиардов долларов чем больше сеть тем безопаснее и дешевле она для всех вот в этом колоссальная привлекательность то есть особых вложений войти инфраструктуру не нужно все прозрачно все понятно взламывать нечего потому что децентрализована соответственно централизована эта технология построена там на людях на клиентах в чем ее суть связи между ними определенное создание мини серверов почему не надо создавать определенный сервер для каждого если мы говорим про классический банк у банка есть некий сервер вот теперь представим что мы этот огромный делим на миллионы маленьких частичек каждый из которых обрабатывает одни и те же транзакции и эти все частички мы по всему миру и перемещаем допустим ваш персональный компьютер в телефон куда угодно при этом информация которая обрабатывает обрабатывается этой частичкой она зашифрованная соответственно взломать ее на данный момент не является возможным это свободная технология нужно ли кому-то платить за ней или разрабатывать это open source open source то есть вы либо подключаете к существующей либо создаете свою и открываете доступ к ней то есть тут уже каждый выбирает для своих целей кто еще может использовать эту технологию кроме банков с их сервисами из финансового рынка финансовые даже просто бизнеса торговли однозначно фондовый рынок здесь заинтересован и мы видим интерес и уже конкретные действия инвестиции со стороны той же нью-йоркской фондовой бирже со стороны nasdaq а они как инвестируют стартапы так и инвестируют непосредственно в разработку технологию вот им это интересно потому что технология блокчейн позволяет децентрализировать клиринг и депозитарий но не появляются ли проблемы с управлением той информации с управлением с коммуникацией с клиентами при технологии блокчейна ты не можешь ее контролировать так как она не у тебя не на твоих серверах а что вам нужно контролировать вы контролируете доступ к информации то есть у вас грубо говоря если мы представляем у вас есть логин у вас есть пароль или еще проще вот если фильмах смотрели открывают некий огромный банковский сейф для того чтобы открыть нужно два ключика он представьте что эти один ключик у вас другой у вашего партнера или два ключика у вас вот без этих ключей вы сейф этот не откроете все а этот сейф в облаке то есть он децентрализованы никому не подвластен то есть мошенник не может именно ваш найти сервер и взломать потому что его нет банки фондовые рынки кто депозитарии частные компании для них здесь может быть интерес такой виток сейчас есть блокчейне это протокол bitcoin 2.0 более умная сеть то есть если bitcoin и это одноранговая сеть достаточно такая простая который не думает вот то bitcoin 2.0 это протокол который позволяет создавать более умные вещи из такие как допустим ценные бумаги на протоколе блокчейн всякие викселя что угодно то есть частным компаниям это может быть интересные прецеденты уже есть допустим создание там виртуальное проведение виртуального опио то есть у вас есть стартап гениальная идея у вас есть вариант идти искать инвестора у вас есть вариант на кикстартере к примеру или вот пойти вот таким путем как bitcoin 2.0 вы представляете идею миру если миру идея это нравится то он просто покупает акции вашей компании акции это непосредственно вот эти вот bitcoin 2.0 монетки то есть тем самым он обменивает свои реальные деньги на виртуально вот эти вот крипто биткоины 2.0 мы говорим что банки финансовые структуры заинтересованы в этой технологии открывают лаборатории вкладывают инвестиции насколько быстро эта технология будет внедрена и законодательно может ли она быть ограничена как то то есть могут ли регуляторы пойти ограничить ее для финструктур со словами это небезопасно это не подходит под финансовую систему или что-то подобное тоже технология но я думаю это решение банка он использует windows он использует apple или он использует linux то же самое здесь то есть это технология она аполитично хорошо а когда она будет внедрена я бы не ставил ставку на именно банки как первое я бы поставил все-таки на финтех компании не банковские то есть такие как айтишные компании google facebook и плюс масса новых игроков которые появляются вот они делают ставку уже на эту технологию блокчейн эта технология 5g и вот здесь это такой элитарный клуб пока что достаточно закрытой куда входит англосаксы и американцы и англичане это германия это гонконг сингапур австралия и украина наша финансовая система может стать из догоняющей в лидеров которые уже будут на которые будут смотреть весь мир это касается банковской системы это касается того же фондового рынка это в первую очередь касается айти компании украинские потому что это дополнительные инвестиции в отрасль это дополнительная ликвидность для мелкого среднего бизнеса это полностью открытый весь мир для торговли без каких-либо ограничений то есть это плюс 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 вот собственно говоря вот что мы сейчас и с нацбанком пытаемся сделать это вот внедрить эти технологии в украине развитие технологии блокчейна в мире мы говорили с михаилом чабанянам из компании куна спасибо за ваше внимание с вами был евгений бенца специально для дука скопи тиви из киева